Здравствуйте, с вами Эти Кухня. Мы находимся в Лондоне, между Лондонским мостом и Тауэр-бриджем, и будем сегодня смотреть HMS Belfast. Это корабль военный английских вооруженных сил, который является уже корабельным музеем. Поразглядываем его, у меня на нем проходит конференция. Неожиданно, но действительно можно какие-то помещения снять прямо внутри музея и провести там мероприятие, что мы собственно и делаем. Давайте пойдемте посмотрим, как все это выглядит. Корабль стоит, конечно, на якоре, но при этом он, мне кажется, не закреплен жестко никуда, то есть он, в общем-то, на плаву находится, я так подозреваю, потому что немножко его покачивает. Огромных размеров судно, снаружи это не настолько явно видно, а внутри прямо, конечно, оно гигантское. Смотрите, несмотря на то, что корабль весь металлический, палуба у него деревянная, с каких-то 30-х годов он служил и до, по-моему, 71-го года, до 70-х годов он был в строю. Вот сейчас музей. Смотрите, какие огромные орудия. Давайте обойдем его снаружи. Самый центр Лондона, видите, небоскребы вокруг этот, тот самый знаменитый Тауэр, где хранятся драгоценности королевы. Ой, посмотрите, можно подняться даже здесь наверх, давайте поднимемся наверх, повыше. Огромных, конечно, все это дело размеров. Корабельные пушки, можно даже дойти вовнутрь, посмотрите. Так, вот это все. Очень круто. Здоровенное помещение внутри пушки. Ну а здесь, кстати, палуба металлическая. Вот так, вот здесь только пушка, спустимся тогда назад на палубу. Выше нам подняться так не дают. Идем дальше. Натянут брезент, чтобы они не падали на палубу. Так, тут у нас все перекрыто. Здесь можно зайти вовнутрь, еще зайдем. Идем наверх. Специальная такая дорожка, очень рехленая, чтобы с нее никто не соскальзывал. Ну вообще здесь все такое индустриальное. По военному все это выглядит. Помещение. Орудия поменьше. Тоже прикрыты бронелистами сверху. Ух, какие механизмы, смотрите. Ну да. Катерочек такой небольшой. Написано Fast Motorboat. Вот так вот у них выглядели быстрые лодки. Ну ладно, смотрите, какая труба огромная. Радиорубка там явно. И мостик капитанский впереди у нас. Смотрите, какой широченный корабль. Это при том, что мы не в самом широком месте мы находимся. Мы наверху. самая большая палуба у нас. А нет, это она. Это самая большая палуба. Но все равно, смотрите, от борта до борта вот так это выглядит. Впечатляет. И мы еще не дошли до носа корабля. Еще идем. Идем, идем. Можно заглянуть вовнутрь. Тут такая вот компания. Это вот головное орудие. И даже здесь можно, похоже, подняться наверх. На адмиральский мостик. Пойдемте. Ой, судя по всему, можно даже подняться туда совсем до конца наверх. Давайте мы это сделаем. Но в пушку мы сходить уже не будем. Все там примерно так же, как и в орудии на корме. А вот на адмиральский мостик мы, пожалуй, поднимемся. Ну, здесь внутри корабль, как корабль. Явно новое протянутое освещение энергосберегающей лампочки. Вот такой вот видочек. О, смотрите, радар. Да, интересно. Но, по-моему, подняться можно и повыше. Сейчас посмотрим. Ну, это явно противосамолетное орудие. Радиорубка. Ага, и вот можно подняться повыше. Как у них тут было. Кстати, в море еще всем этим заниматься. Какая-то качка. А матросики ничего, бегали. Ага, еще вышли. Флагдек. Палуба для поднятия флага. Называется место, куда мы поднялись. Прожектор. Вот так вот обойдем вокруг. Здесь нет уже никакого остекления. Это уже просто можно, когда хорошая погода, тут можно, похоже, навигацию вести с этой палубы. А когда плохая погода, наверное, моряки опускались ниже, да, тоже здесь. Мы видим компас. Ну что, подняемся в самую высокую точку корабля, куда нам разрешено проходить. Да, радиорубка. Огромная антенна. Может, туда, наверное, даже не подниматься, ничего там нету такого. Просто небольшая такая палуба. Ну вот так вот. Давайте, наверное, спустимся уже вовнутрь корабля. Посмотрим, как там все выглядело. Да, ну видно, что настолько уже старый корабль. Видится, оригинальная проводочка, наверное, уже не работает, никто их не восстаравливает. Освещение есть такое, видите. Времяночки протянуты. Еще раз, напоследок, посмотрим рубку. Кресло капитана. Как у режиссера подписано, капитан. Никому не садится. Телефоны у него, кричалки. Прикольно. Это офицер навигации. Деревянные при этом стулья. Не сказать, что прям уж очень удобные. Давайте-ка сядем. Ну, не кресло как бы, не автомобильное кресло. Достаточно здесь жестко сидеть. Да, мы все равно находимся по-прежнему в рубке. Нам надо еще ниже спускаться. Ага, смотрите, каюта капитана. У капитана была нормальная кроватка. Такой диванчик, смотрите, рабочий стул. И даже раковина. Неплохо. Капитаны у нас жили. Гораздо лучше, чем матросы. Увидите, как жили матросы. Это лестница, к которой надо идти лицом к лестнице. Что у нас тут? Офицерская, смотрите, каюта. Все очень, смотрите, тоже достойно. В принципе, сверху кровать. Куча ящиков, ковер он даже есть. Нормально. Но это, вы понимаете, что старший командный состав. Самые лучшие здесь места. На тросы жили совсем не так. Спускаемся дальше вниз. На лодочную палубу. Несмотря на то, что эта лестница широкая, все равно она рассчитана, чтобы идти лицом к лестнице. Здесь, смотрите, отдельная мастерская для починки батареек. Давайте выйдем на самый нос, прогуляемся. Покрытие такое, знаете, бетон как будто бы даже. Залито бетоном, абсолютно не скользит. Да, ничего по ней, как наждачная бумага. Ну, оно и понятно, чтобы матросики тут не соскальзывали вниз. Смотря на каких размеров якорь у корабля. Гигантский. Ну и вот он самый, самый нос. Пойдемте заберемся вовнутрь корабля. Посмотрим, как там. Да, все это время мы, в общем-то, прошли по палубе и шастали вот там вон по рубке. Наверху. Зайдем вовнутрь корабля. Посмотрим, как выглядела жизнь плюс-минус нормальных матросов. Потому что там был, конечно, высший командный состав. Капитан, помощник капитана, старшие офицеры. Это все, конечно, замечательно. Как же жили все остальные? Обитали, так сказать, на этом корабле. Да, это вот, собственно, оборудование техническое, которое осуществляло передачу радиосигнала. Итак, заходим во внутрь корабля. Имейте в виду, что вот все, что мы будем видеть внутри, да? Вокруг еще идет вот такая вот палуба внешняя, да? Заходим. Так, здесь вот у нас все, заканчивается внутреннее пространство. Идем по внутрь. То есть это не самая большая палуба. Самая большая палуба должна быть на один уровень ниже. Так, тут мы откроем. Вот так, кстати, выглядит, ребята, у нас комната наша для мероприятия. Кают-компания. Ну вот, идемте. Просто идем по кораблю вперед. Вовнутрь. Так, так, так. Хоп. Вот и смотрите. Идем, идем, идем. Идем, идем. Туалеты. Идем, идем, праздничная. Торпеда вот лежит. В начале корабль был оборудован торпедными аппаратами. Сколько я понимаю, потом их демонтировали, чтобы улучшить как-то качество жизни экипажа. Но, тем не менее, большая дверь для загрузки, вероятно, всего. Посмотрите, это мастерская, видите, такая по дереву здесь. Почта. На корабле была почта. Это, представляете, здесь была даже капель. Это комната передачи звука. И посмотрите, здесь стоят, например, граммофоны. Ну, это вот когда на громкую связь играла музыка. Вот с этого оборудования. Это звучание осуществлялось. Забор воздуха для двигателей. Молодильник, мясо. Это у нас кухня. Она там продолжается. Кухня была огромная. Здесь хранили картошку. Пекарня. Своя пекарня на корабле. Здесь пекли свежий хлеб. Ну, вот это тоже для офицеров. Такая спальня. Мы видим здесь приличные койки. Тоже не для обычных матросов это все дело. Идем дальше. Да, тоже продолжается кухня. Тут картошку они чистили. Смотрите, был зубной. Зубной кабинет. Это, смотрите, клиника. Прямо тут проводили операции. Там вон на койках, наверное, самых удобных на этом корабле лежали больные. Смотрите, тут был такой ларечек, где можно было купить всякие мелочи. Там табак. Какие-то еще тут. Кока-кола вон лежит. Шоколадки. Да. Шоколадки. Да, это... Значит, провизию здесь хранили, выдавали, смотрите, соль, тут всякое кофе. Такое. Потом мы пойдем ниже. Вот, кстати, между прочим, обычные матросики вот в таких гамаках и спали. Они здесь могли быть закреплены много где. Видите, вот такие вот у нас металлические для них крепления. И тут, собственно, может быть закреплен тоже еще гамак. С одной стороны здесь, с другой стороны там. Смотрите, здесь, собственно, паруса делали. Видите, парусины. И можно было тут их починять. Веревки, видимо, тоже, да? Ну вот, смотрите, как выглядела кают-компания. Тут одновременно они и столы сидели, тут играли во что-то, проводили время. И гамаки, вот они прямо тут спали. Да, вот так вот представляется себе матросы жили. У каждого был шкафчик свой, да и все, и гамак. Вот вам и все удобства, да? И тут, видите, все этими гамаками и завешено. Так вот они тут и обитали. Бедные матросики. Носовой отсек тоже мы туда, наверное, не пойдем. Особо тут нечего разглядывать. Тут тоже видно, что все вешано гамаками. Да, очень все так технически выглядит. Не слишком-то это все было удобно. Но, видимо, хватало. Да, поспал и пошел дальше служить Родине. Да. Тут мы спускаться не можем, а вот здесь можем. Спустимся на одну палубу ниже. Вот следующая палуба, в принципе, должна быть самая большая, самая широкая на этом корабле. Посмотрим, что тут было. Тут у нас уже палуба ограничена исключительно бортами с обоих сторон. Вот так вот борт выглядит, видите, проклепанный. А здесь хранилась одежда. Стор даже хранилась, продавалась. Непонятно, то ли склад, то ли магазин. Да. И мы можем спуститься еще ниже. Смотрите-ка, давайте это сделаем. Опак. Ага. Ну, видим, да, что здесь хранились у нас снаряды. И палуба такая она высоченная у нас. Шахты тут в пушку, собственно, эти снаряды подавались. Да, ну и явно, собственно, это палуба для вооружения. Да, явно тут уже никто не жил. Уже чисто все по-военному так выглядит. Снаряды, снаряды, снаряды разные. Вот так вот. Тут вон стойки целые со снарядами. Ну да, видите, из этих стоек можно было заряды складывать в этот барабан. А дальше они вон подавались наверх. Видите, заряжались по трубе и передавались, собственно, в само орудие. Вот. Тоже видно, да, снаряд уже? Тут заряжен. Вообще видно, что довольно большая часть корабля закрыта для просмотра. Что там дальше внизу непонятно. Вот, ребят, примерно так все это выглядит. Посмотрим, есть ли еще место, где я не побывал. Смотрим. Ага. А вот здесь, собственно, штурвал. Вот мы штурвала не видели. Отсюда, смотрите, вслепую, собственно, осуществлялось руление. То есть сверху подавались команды. И здесь управлялось судно ходами на направление. Вот так вот. Ну, штурвал такой, смотрите, вполне пиратский. Традиционный. Здесь мы кушали. Моряки. Ну что, спускаемся в машинное отделение. Сердце, так сказать, корабля. Ага, это ванная комната. Куча умывальников там. Души дальше. Ну и вот оно, машинное отделение. Приятно здесь такой запах. Знаете, пахнет смазкой. Очень технический. Тут вот лазали матросики. Это с турбины. И смотрите, как много уровней занимает машинное отделение. Насколько оно большое, да, чтобы такой корабль двигать. Какой мощности нужна силовая установка. Смотрите, здесь такие мостики проложены, мы по ним ходим. И, собственно, сама машина. Это котел. Один котел. Там, вон, второй котел. Да, вщитляет это все дело. Вщитляет. Спустимся еще пониже. Да, ну вот так вот это все, друзья, выглядит. Ну и вот ниже уже, видимо, некуда, да, мы уже в самом нищем корабле. Мы находимся сейчас ниже в этой линии, под водой. Это ощущается. Вот такой прохладе. Топки. Да, видно, что... Ну, паровой был корабль, да, на угле. Похоже. А, нет, смотрите, oil fuel pump. А, ну да, это масло здесь подавалось, ладно. А топливо-то какое было? Ну, уголь, я ожидаю, нет? И раз здесь такие топки. Или все-таки здесь сжигалось... Не, наверное, все-таки здесь что-то другое сжигалось. Мазут какой-нибудь. Потому что через такие отверстия не получилось бы никакой уголь загружать. Да, видно, там тепловые трубки. Хотя, бог его знает, слушайте, может, как-то они по-другому его загружали. Ну, вот это видно, что это огромная такая камера сгорания, там тепловые трубки. И, собственно, вода кипела. Паровой был корабль. И здесь, собственно, мы по-настоящему уже управляли ходом, да. Тут видно, что нам показывали сверху, да, и мы могли как бы уже... Человек непосредственно управлял, да. Вероятно, вот этой вот рукояткой. Насколько быстро мы плывем. Вот так вот, ребята, это выглядит. Даже не могу сказать, что это за камера такая. Машинное отделение, другая. Меня зовут Анти Куррен. Я консервационный менеджер для ХМС Белфаст. Я часто служил в шип-поилер-румах, и я могу вам уверен, что это очень скрытые места. Сейчас нам сымитируют шум корабля на полном ходу. Не так страшно. Так-то. Как нам сказали, судно было законсервировано. Это что значит, что его можно теоретически расконсервировать? Ну, вот так вот тоже огромная здесь техническая комната. Да, вообще выглядит как мастерская. Вот тут какая-то дрель и так далее. Наверное, здесь чинили компоненты двигателя, скорее всего. Скорее неудобно. Ну, вот такой вот, знаете, писух в технологии, так сказать. Здесь обслуживание панель. Вероятно, отмечали, что нужно было там время от времени менять как-то так. Посмотрите, медные трубки как блестят. Хотя вообще они покрашены были изначально. Да, это, смотрите, выпаривателя. Вероятно, так производилось здесь испарители. Так здесь производились из морской воды. Производилась не соленая вода при помощи этих устройств. И здесь вот двигатель я вижу. Собственно, один двигатель и... Второй двигатель. Второй двигатель. Второй двигатель. Вот нам рассказано, смотрите, как, собственно, вся эта штука технически работала. Собственно, да, нагревался пар, подавался в двигателе. Да, вот круизинг турбин, да, смотрите, какие, какая зубчатая массивная передача, да. Специально для нас приподняты все тут крышки. Чтобы мы могли разглядеть конструкцию. Разные тут были турбины, я так понимаю, для круизинга, для разных маневров, разные применялись турбины. И, вероятно, подача пара между ними переключалась. В этом и суть этого разделения, собственно, на турбины и двигатели. Ну вот такой вот, друзья, интереснейший корабль мы посетили. Впечатляет, конечно, как такой небольшой город со своими прачечными, со своей почтой, со своим магазином, со своей пекарней, с зубным кабинетом, с врачами. Заканчиваем, друзья, нашу экскурсию. Надеюсь, вам было интересно. С вами была IT-кухня. Всем счастливо!